Привет, меня зовут Юля и вы на моем канале Сладкий Персик. Как вы уже знаете, я не люблю гладить, поэтому уже год пользуюсь парогенератором. А почему я рассказываю вам про глажку, а в кадре стою с усноуборным в руках? Смотрите видео и все поймете. Сейчас у меня в пользовании парогенератор Brown IS7286BK из линейки CareStyle 7 Pro. И вы, скорее всего, его уже видели в моих обзорах. Но сегодня рассказывать я буду не о нем, а о совершенно новой модели парогенератора. Это инновационный парогенератор Brown IS9090BK CareStyle 9. И на сегодняшний день это самый мощный и самый лучший парогенератор, представленный у бренда. Если честно, лет 10 назад я даже представить себе не могла, что буду гладить одежду необычным утюгом и даже необычным вертикальным отпаривателем, а такой шикарной паровой станцией. Это просто вау. Этот парогенератор новинка, он только-только вышел и бренд сразу прислал мне его на обзор. Поэтому у вас есть возможность одними из первых узнать о нем все самое важное. Если вы цените свое время и комфорт и любите новые технологии, то обязательно смотрите это видео. Сегодня мы вместе с вами его протестируем. Я покажу, как этот парогенератор работает, как выглядит, какие в нем есть инновации и самое главное, как он гладит разные типы тканей. Начну с внешнего вида. Просто посмотрите, какой он красивый, стильный и лаконичный. Мне даже не хочется убирать его в шкаф, а наоборот хочется поставить на видное место в квартире и наслаждаться его дизайном. Это важно, потому что такие вещи мы не покупаем на 1-2 сезона, как это бывает, например, с одеждой. Это техника, которой мы планируем пользоваться несколько лет. И, конечно, важно, чтобы спустя какое-то время ее дизайн не выглядел старомодно. С этим парогенератором, я уверена, такого точно не случится. Здесь такой классный минималистичный дизайн, что я думаю, что лет через 7-10 такой парогенератор будет тоже выглядеть современно. Если, конечно, вы сами не захотите обновиться на еще более новую и более технологичную модель. Хотя я уже даже не представляю, куда еще технологичнее. Но вы посмотрите на него, он же просто красавчик. Я не зря начала именно с внешнего вида, потому что Браун огромное внимание уделяет не только технологиям и инновациям, но и внешнему виду и дизайну. Бренд постоянно выигрывает огромное количество наград за продуктовый дизайн. Дитер Рамс, ведущий дизайнер Браун и очень важный человек, в принципе, в промышленном мировом дизайне, говорил так. Хороший дизайн эстетичен и хороший дизайн удобен в использовании. А вот тут можно прочитать все его 10 заповедей промышленного дизайна, на которые равняются все мировые компании. И, кстати, у бренда есть даже свой музей промышленного дизайна. Поехали дальше. Что еще важно сказать про этот парогенератор? У него есть вот такой удобный бак для воды на 2 литра, который очень легко вынимается и вставляется обратно. Я буду сравнивать его с моей более старой моделью. Так вот, у моего парогенератора этот бак нужно обязательно вынимать, чтобы налить воду. А здесь, если вам бак вынимать не хочется, вы можете налить воду просто вот так вот сверху. Резервуар для воды большой, поэтому ее хватает надолго и воду не нужно постоянно подливать. И поэтому на одном баке можно погладить целую гору одежды. Здесь на утюге есть эргономичная и прорезиненная ручка, от которой правда не устает рука. И, между прочим, за проектирование этой самой ручки компания получила 4 звезды эргономики. А это наивысший балл. Если вы хоть раз долго гладили обычным утюгом, то наверняка замечали, как после этого очень уставала и, может, даже болела кисть из-за не очень естественного положения запястья. В этом же парогенераторе такого точно не будет, потому что здесь ручка открытая. Вот, посмотрите, как она сделана. Им, правда, нереально удобно гладить, даже если вещей много. А мы обычно накапливаем сразу гору вещей, а потом оптом все это гладим. А у вас не так? Дальше смотрим на утюг. Видите, какая здесь специальная подошва? Она сделана по уникальной технологии Free Glide 3D и может ездить по одежде во все стороны, не оставляя заломов, а не только вперед. А теперь угадайте, чем вдохновлялись дизайнеры бренда, когда придумывали эту подошву? Самые внимательные уже поняли. Формой сноуборда, конечно. Мы с мужем сами, сноубордисты, сноуборды любим и уважаем. И вот посмотрите на мой сноуборд. Видите, какой у него вот здесь вот изгиб. Он нужен для того, чтобы на сноуборде можно было легко и просто проехать по кочкам, каким-то неровностям и по сугробам. А теперь посмотрите на подошву утюга. Видите, здесь есть точно такой же изгиб. Это позволяет утюгу беспрепятственно скользить по пуговицам, замкам, карманам и другим деталям одежды. Это просто очень круто. На моей предыдущей модели тоже есть такая технология, поэтому я ее уже сама проверила и очень ей довольна. С обычным утюгом, конечно, небо и земля. Смотрим дальше. Здесь есть функция самоочистки. Когда парогенератор нужно будет почистить, он нам об этом скажет. После чего станция сама очищается и вся накипь скапливается вот в этом поддоне. После чего его просто нужно будет промыть под краном и все. Процесс занимает буквально 2 минуты. И опять я невольно сравниваю с нашей прошлой моделью. У нее тоже есть функции самоочистки, но в новой, конечно, все намного проще. Например, у нас нет вот этого поддона. Давайте посмотрим режимы. Гладить одежду здесь можно в 6 разных режимах. И выбираются они вот здесь. Прямо на утюге все интуитивно понятно. Какие есть режимы? Режим эко для шелка, синтетики и любых деликатных тканей. Режим айкеа для шерсти, полиэстера, хлопка и смешанных тканей. Режим турбо для льна, хлопка, джинсы и плотных тканей. Режим буст для пересушенных плотных тканей, которые требуют глубокого отпаривания. И еще два режима автостим. Вертикальный и горизонтальный. Они подходят для любых типов тканей. И здесь лучше показать, чем рассказать. Поэтому буквально через 30 секунд я вам их продемонстрирую. А пока давайте посмотрим на технические характеристики. Подача пара 190 грамм в минуту. Паровой удар 750 грамм в минуту. Давление 9 бар. Для сравнения, в хорошем утюге паровой удар составляет 220 грамм в минуту. А в моем прошлом парогенераторе 650. Ну и удобно, что гладить им можно как и горизонтально, как паровым утюгом. Но и отпаривать одежду вертикально, как вертикальным отпаривателем. В предыдущих моделях это тоже было. Например, моим парогенератором, прошлой моделью, тоже можно отпаривать вертикально. Но именно здесь появилась очень удобная инновация. Можно отдельно выбрать режим автостим для горизонтальной или вертикальной глажки. Который позволяет просто включить парогенератор и не держать постоянно кнопку подачи пара. Пар будет подаваться автоматически и будет работать только для выбранного режима. А это мало того, что удобно, а еще и безопасно, потому что нет риска случайно обжечься паром. Например, включаем режим автостим для вертикального положения, переворачиваем утюг вертикально. И видим, как у нас подается пар. Кнопку я при этом не нажимаю, посмотрите. Утюг переворачиваю и пар у нас прекращает подаваться. Вообще нет, все. Теперь снова ставим вертикально. Пар есть. Видите, я кнопку не нажимаю. На моей прошлой модели такого нет. Мне, если честно, даже как-то грустно, потому что я тоже хочу такую функцию. Потому что с ней, правда, намного удобнее. И еще я забыла сказать вам, когда рассказывала о дизайне, что у нового парогенератора появилась ручка. Вот эта вот. Теперь его удобно брать и переносить по дому. У моего парогенератора, то есть у прошлой модели, такой ручки нет. И вот вам для сравнения два парогенератора рядом. Скажите, с ручкой же стало еще удобнее. Ну а теперь быстренько покажу, как пользоваться этим прекрасным парогенератором. Вот сюда мы наливаем воду. Про этот супербак я вам уже рассказывала в самом начале, и теперь вы видите все это на практике. Теперь разматываем провода. Смотрите, здесь, так же, как и в прошлой модели, есть отсек для провода. Но здесь он сделан как-то более удобно. Он вот так вот быстро вынимается и так же легко и просто обратно вставляется. А еще у парогенератора в комплекте есть вот такой зажим. Им тоже можно зафиксировать провод, чтобы вам было удобно гладить, и чтобы вы не запутались в проводах в процессе. Дальше включаем парогенератор в розетку. Он у нас уже включен. Нажимаем вот на эту кнопку и ждем, пока парогенератор нагреется. И потом выбираем нужный режим вот тут вот на дисплее. Посмотрите, как мило. Парогенератор теперь с нами разговаривает. Он с нами здоровается. И вообще пишет, что с ним происходит вот на этом вот дисплее. Например, когда он нагревается, или, например, когда у него работает функция самоочистки. На прошлой модели, на парогенераторе, который у нас, такого нет. Он у нас тоже, конечно, хороший друг, но молчаливый. И сейчас у нас парогенератор нагрелся, он готов к работе. Мы его с вами протестируем на разных тканях. У меня здесь есть вот такая вот пересушенная льняная салфетка. Есть шелковая юбка, тоже достаточно мятая. И есть мужа хлопковая футболка. Все вывернула, она тоже должна быть мятая. Мы ее потому что не гладили специально. Вот такая. Мы сейчас с вами в трех разных режимах это все погладим. Смотрите, салфетка у нас льняная. Мы ее можем гладить на режиме Boost или режиме Turbo. Сейчас мы попробуем ее погладить на режиме Turbo. Я выбираю. Посмотрим, как справится наш новый парогенератор. Ну, слушайте, шикарно просто. Лен у меня очень сильно пересушенный. Она лежала, я не знаю, наверное, неделю-две уже эта салфетка. И прям разглаживает хорошо. Ну, лен обычно гладить очень сложно. Я когда гладил, точнее, лен обычным утюгом, я еще брызгала из пульверизатора, потому что ну просто паром отгладить было невозможно. А посмотрите, просто практически идеально. Вот, смотрите, видно разницу. И теперь вот эту вот часть салфетки я попробую погладить на режиме Boost. Нажимаю. Все. Удобно, что нажимать сразу на утюге. Не надо там сюда лезть. И вот прям очень как-то интуитивно. И по эргономике очень тоже понятно, что вот здесь нажал, и здесь же ты утюг и держишь. Ну, тоже замечательно, конечно. Смотрите, как много пара. Посмотрите, как хорошо разглаживается. Вот так вот у нас получилось. Салфеткой мы закончили. Если вы заметили, мы тут включили огонечки, потому что у нас стало уже довольно темно. Сейчас солнце то выходит, то опять прячется. И вот мы так украшаем дом. Я обожаю просто гирлянды. И дальше мы с вами будем гладить хлопковую футболку. Она вот такая вот огромная, потому что у меня мушек большой, по 2 метра. И как раз сейчас мы с вами посмотрим, как хорошо подошва утюга, которая сделана по форме сноуборда, будет двигаться по вот этим вот складкам огромной футболки. И сейчас я его разложу. Выбираем нужный режим. Хлопок у нас рекомендует гладить на режиме Ikea. Вот я здесь вот выбрала. И начинаем. Ну, мой прошлый парогенератор прекрасно гладит вот эти вот огромные пересушенные хлопковые футболки. Этот гладит еще лучше, потому что он помощнее. Посмотрите, как легко у нас двигается утюг и вправо, и влево, и вперед, и назад, и вообще хоть вот так вот. И никаких вообще проблем не возникает. Особенно это хорошо заметно, там, где есть пуговицы или замочки. Ну, уже видно, что футболка просто вот за 2 секунды разгладилась. Чудеса! А представляете, сколько бы я по времени обычным утюгом гладила вот эту вот огромную футболку? И еще, кстати, мне нравится в парогенераторе, что пар разглаживает практически с другой стороны. То есть можно, в принципе, если хлопок не сильно плотный, не переворачивать, с одной стороны погладить, и с другой тоже будет уже ровненько. И пар проникает глубоко в ткань, и получается, пар еще вещи и обеззараживает, убивает вредные всякие бактерии. Смотрите, какая ровная у нас футболка. Получилась. Я ее доглажу, конечно, после нашего обзора, чтобы ваше время не занимать, но эффект, как видите, прям просто супер. И дальше мы с вами попробуем погладить... Уберу. Попробуем погладить вот эту вот шелковую юбку. Она у меня тоже довольно мятая. Гладить мы будем на режиме эко. Я ее сейчас положу и выберу здесь вот на ручке режим эко. Эта ткань деликатная. Я помню, у меня раньше была история, когда я еще в школе училась, как я попробовала погладить шелковое или атласное платье обычным утюгом. Вертикально причем. У меня ткань вот так вот прилипла к утюгу, и, собственно, больше у меня это в платье не было. Поэтому я стараюсь сейчас очень деликатно относиться к таким вещам. Выбрали режим эко, и начинаем гладить. Просто идеально. Посмотрим. Идеально отглаженная юбка. Причем, как я вам до этого говорила, что на тонких тканях можно гладить с одной стороны, и на оборотной стороне тоже будет все отглажено. Посмотрите. Можно прям идти и не садиться, потому что я буду бояться, что она погнется. Сейчас она выглядит просто супер. И мы погладили буквально секунд, наверное, за 15. Еще я решила показать вам, как работает вот эта вот подошва именно на выпирающих деталях. Пронесла тренч. У меня здесь есть и пуговицы, и вот такие вот накладные карманы. Смотрим, как подошва работает на практике. Гладим, как обычно. И смотрите, когда мы движемся назад, у нас подошва прямо заезжает на пуговицу, по ней проезжает, ни за что не цепляется, ничего там не царапается, и главное, что все здесь прекрасно проглаживается. То же самое вот с этим вот накладным карманом. Оп, и так назад, оп. Видите? Как сноуборд ездит по сугробам. Вот я, кстати, пока глажу тренч, совсем забыла про ручку. А почему я про нее забыла? Потому что она правда сделана очень удобно, рука совсем не устает, и положение запястья вот не такое. Не надо, как обычным утюгом ты гладишь, как-то там приседать, или как-то неудобно держать руку, а вот все как-то очень естественно, и рука совсем не устает. Поэтому не зря эта ручка получила высшую награду по эргономике. Мы с вами поменяли локацию, сделали это не просто так, и давайте представим ситуацию, что мы собрались гулять, и нам нужно отпарить жакет или пальто вертикально. Ну, давайте, наверное, остановимся на пальто, потому что сейчас осень, и на улице уже холодно. Я достаю из шкафа, у меня здесь как раз оно висит. Пальто у нас будет на вешалке, парогенератор мы взяли за ручку и принесли сюда, очень удобно. И теперь мы его берем, он у нас, кстати, сейчас стоит на полу, это тоже очень удобно, что можно отпаривать с пола, потому что у меня иногда копится гора вещей, просто из-за того, что мне лень разбирать гладильную доску. А здесь это делать не обязательно. Берем, ставим режим автостим вертикальный, про который я вам рассказывала. И просто отпариваем наше пальто вот так. И еще раз напомню про режим автостим в действии. Мы включили режим автостим в вертикальном отпаривании, и когда я вот так держу утюг, у нас пар не подается. Когда я его переворачиваю в вертикальное положение, чтобы отпарить пальто, у нас пар начинает подаваться автоматически, я на кнопку не нажимаю. Я вам это уже показывала на столе, сейчас просто напоминаю, как это выглядит в действии. Видите? Очень удобно прям. Какой можно делать вывод об этом парогенераторе? Да, вы и сами все видели. Он удобный, мощный, инновационный и просто шикарно справляется со всеми тканями. И да, он реально во многом лучше, чем мой парогенератор, то есть чем предыдущая модель. Как говорится, шикарный, красивый, жалко, что не мой. И самое интересное, что такой парогенератор подойдет и тем, кто не любит гладить, потому что теперь глажка будет проходить намного приятнее и эффективнее, и тем, кто постоянно гладит и любит, ну, или вынужден постоянно этим заниматься, потому что рука уставать не будет, и опять же, процесс пойдет быстрее, интереснее, приятнее и эффективнее. В описании к видео я оставила ссылку на этот прекрасный парогенератор, тем более, что скоро Новый год, можно как раз купить себе или своим родным подарок. Если у вас остались вопросы, пишите обязательно их в комментариях, и рада была с вами увидеться. Всем пока!